Легким движением руки порыскать по интернету, да, то можно натаскать таких фраз. Вот, скажем, нашел я диссертацию, которая называется так. Эмерджентность как компонент инвариантно-вариативной структуры переводных текстов. Либо другая фразочка. Эмерджентность характерна для экономических и бизнес-систем. Синергия – составная часть эмерджентности. В наличии эмерджентности спрятан механизм управления. Концептуальность организма в том, что его развитие начинается с проявления эмерджентной сущности второго рода. Второго рода – это пикантно, да? Это да, да, да. А, кажется, что такое-то? Ну вот, кто-нибудь знает, что такое эмерджентность? Нет, я не подправлю. Эмерджентность, по-моему, возникает по-английски. Значит, по-английски эмерджентность – это вот возникающий, появляющийся. Во всех словарях, везде, дается вполне нормальное объяснить, трактовка это слова, как системное свойство. То есть то, что появляется у системы, и чего нет у элементов. То есть, по сути, мы берем стандартные все примеры, там, скажем, любой молекулы, что нет свойства атомов таких-то. Температура хорошего примера. Нет, 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 ну что-нибудь, ну, скажем, клевательный контур. Мы берем катушку, берем конденсатор, соединяем их, получается, клевательный, колебание. Нет, 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 это не свойство, а вот температура – это хорошее свойство. Ну, оно есть у газа, а у молекулы температура нет. Ну, либо так, да, то есть любое системное свойство, то есть по сути, по сути, за этим ничего не стоит. Вот этот просто пустой трёп, полный синоним системного свойства. И проблема только возникает, в русском языке она возникла. На мой взгляд, почему? Потому что эмержентность стали использовать как существительное. А вот как существительное, я не понимаю, что это такое. То есть, вот эмерджентное свойство, понимаем, эмерджентное качество, системное свойство, системное качество. А что такое эмерджентность? И когда хотят сказать, что, ну, это вот нечто такое возникло, вот, ничего. Можно понять, на самом деле. То есть, понимаете, не всякая система, не всякие составные части, составленные вместе, порождают какую-то вот эту систему. Каждый, каждый, каждый. По определению системы. Ну хорошо, не все части, собранные вместе, становятся системой. Ну почему? Если мы что-то собрали вместе, если мы образовали систему, то есть нет системы, то есть нет иммержентности. Есть система, есть значит иммержентность. Ну хорошо, системность это просто синоним как бы системы тогда получается. Эмержантность это не синоним системы, а системного свойства. Речь идет о том, что не всегда сумма больше, чем сумма... Занят системы, но тогда нет системы. И люди пытаются выделить это чудо, что суммирует что-то большее таким словом. Я просто хочу сказать, что ситуация с катушкой, с плевательным контуром и с температурой, она принципиально разная. Она отличается. Она отличается. И для этого люди вводят эмержантность первого рода, второго рода и третьего рода. То есть я сам не делаю, но я понимаю так, что первого рода это просто некое новое качество, которое практически температура возникла. Второго рода, когда появляется принципиальное нечто, явление, которое не подразумевалось. Потому что, ну скажем, мы шестеренки собрали вместе и вдруг поехала машина, появилось что-то такое. И третьего рода, то есть можно ввести, это когда системное качество появляется, нечто новое, эволюционное. Вот чего не было в принципе, что мы даже не могли себе предположить. Ну скажем, у нас лежит куча чего-то, а мы до того-как не было паровоза. Первый паровоз, да. Или первый мобильник, или шерохамерное сердце, или еще чего-то появилось, нечто новое. И часто используют этот термин эмерджентность для объяснения. Ну типа вот, ну это эмерджентность, это эмерджентность, оно возникло как бы вот подволе какой-то интеллектии, какой-то вот, что-то вот такое, но мигнесс какой-то такой. И довольно часто просто пыль в глаза опускается с пользой этого термина, хотя это просто системное свойство. Любая система, когда образуется, у нее появляются свойства системные, и они называются эмерджентными. То есть слово по сути паразит, потому что мешает просто понять элементарное явление, которое стоит за ним. То есть Ваш вывод, что это просто слово паразит лишнее, не надо употреблять импортные слова? Ну не импортные, есть, скажем так, есть импортные слова, потому что мы обойтись не можем. Нет, ну вот про это слово. Да, а про это слово, то что, скажем, синергия с основной частью эмерджентности, вот это я не знаю, что это такое. Вот это эмерджентность, и существная часть. или еще что-то компоненты варианты структуры это тоже не понимаешь набор слов набор слов и люди как бы это же всегда так с языком происходит что-то там профессор аспирант поговорю это было глагол быть это глагол очень странно было по мысли что она превратить существительность хотя действительно по словам и кратинка же получается язык вы продустируют новые сущности и потом люди будут думать что это сущность которая обеспечивает системные свойства то есть по сути изначально это и есть само системное свойство вот и вполне возможно можно найти такой текст которым благодаря имиджентности возникли такие-то свойства систем наверняка воника но вы понимаете что это чисто языковая игра игра потому что это глагол быть превратился бытие и пройдем на философию так нет а ведь нет почему с одной стороны а с другой стороны это может быть определенные философии вы понимаете это ведь странно здесь но здесь составные части вот они объединяются воедино и возникает какие-то новые свойства да вот кто-то должен какой-то святой дух понимаете вдохнуть да 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 вот после того дыма джент нас но сама и при этом получается тавтологи человек думает что он что-то сказал новое а он всего лишь повторил что возникла система это не объяснение это описание то есть есть я прояснил как возникла система и откуда возникло новое качество подкуда появляется новация а я всего лишь констатирую новация появилась в результате новации системное свойство получилось в результате дух то есть начни объяснение это всего лишь такое хорошее объяснение полный серьезе обсуждают я несколько раз в интернете пытался своими какими-то компонентами употребляют объясните что такое же вот отказываются объяснять как будет понятно потому что если начинать копаться и докопаться что-то просто полный синоним системного свойства то все написано превращается в тавтологию к сожалению конечно это не совсем корректно и прежде чем о чем-то говорить надо конечно договориться какой-то терминологии а так можно до бесконечности вы будете одно слово использовать я буду другой и будем и так кстати возвращаясь мне все время было непонятно смысл не тоже смысл слова благо а его превозношение то есть по сути польза польза все а именно так как и будет место ладно ну добру да добру да 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 то есть вот если рассудить от 1 1 1 1 просто никакого нет налета какого-то философичности на дело в том что это не слово благо и это просто дарине русское слово там на самом деле можно каждый раз просто за забавно понимаешь это добро и все просто благо используется философски нету понимаете в чем дело вот вас смущает что emergent из как бы такой пустой теме вот вроде как так ну вот допустим не взять даже полным быть термину чтобы его использовать если он нужен вот бог допустим есть термин то вот и он как бы еще нужно докопаться еще нужно придать ему какое-то значение да и большинство богословских текстов она как бы в течение своего развития пытается как-то наполнить его но тем не менее сам как бы наполнить сразу же наполнить это ясно что-то собраться на что глагол в языке превращается существительное я сделаю просто то что есть такая проблема аристотель замечать гипостазирование понятия когда мы платон это постоянно мир и и понятные идеи там они как выявляются сущности зашел критику это рисует за то что он возводит идей в существо идеи общее понятие гипостазируется и превращается существо фактически фактически это игра как вот этого сущего и бытия и сущего переход как бы глаголов в эти существа это это гибель это как бы субстантивировать субстантивирование глаголов не только глаголов на прилагательный любых наречий всех частичных речей ну в принципе и маржан это изначально все таки существа и прилагательное то есть не некий какой какой а не некая сущность никакой сущности как энергетности как бы не подразумеваетесь куда либо она какая-то магическая что-то вот такое вот что вдохнуло в жизнь то есть это то что сделала из неживых молекул живое то есть просто неправильное использование терминов в конкретных примерах вот эти конкретные примеры совершенно просто для того чтобы пыль в глазах сам по себе термин имеет право на существование и наполнен некой сущностью возможно понятно кстати вот почему синергийная здесь часть энергетности даже понятно потому что на самом деле как бы вот ну я не дам температуру то вспомнил как бы вот эта вот ситуация там со статистической физикой который переходит термодинамику вот она показательна если мы просто как бы возьмем там статистическую физику вот замкнутой системы переведем в термодинамику то у нас все вот эти понятия там температуры и так далее это действительно вроде как новые понятия вот которые можно оперировать в этой большой системы но это все и приближение мы знаем как бы из физики что это всего лишь приближенное описание это эффективные понятия такие как бы то есть это не свойство на самом деле это как бы свойство но это свойство просто потому что мы как бы смотрим так сквозь пальцы это свойства прибора удобства описания то есть условно говоря прибавки бытия какой-то да чтобы вот они как бы возникли так сказать как нечто новое такого не происходит и в отличие от этого есть некая вот это вот синергетика или термодинамика открытых систем, которые расскажут нам про развитие. Вот сейчас я вспомню про синергетику. Есть еще один термин, даже не термин, понятие. В синергетике возникло синергетика. Ну, оно как бы не синергетика, оно общее понятие, но сильно эксплуатировалось в синергетике именно термодинамики неравновесной. Понятие самоорганизация. Ну вот, да, да. Понятие самоорганизация. И вот с этим понятием произошло жуткое явление, когда оно переросло, граница синергетики и выплеснуло, скажем, в язык общий, и особенно в философию. Так вот, в философии понятие соорганизации является нулевым содержанием. Все употребляют. Сейчас попробую объяснить. Что такое самоорганизация в синергетике? Это ячейки, ячейки, бинара. Это то, что вот некая равновесная среда находится в очень возбужденном состоянии. И в какой-то момент начинаются какие-то структуры появляться. Во временные структуры, колебания, либо графические структуры в течении бинара. Что-то начинает... И вот это явление в синергетике, точнее, в нервновесной термодинамике, называется самоорганизацией. Теперь забываем этот смысл. Этот смысл, четкий физический смысл. Там нет ничего странного. Это просто по формуле можно рассчитать. Все это рассчитывается. Там никакой загадочности, эволюционности. Нет, никакой. То есть, что образование кристаллов в растворе, что ячейки бинара. Ну, они как бы менее подразумеваются, менее явные. Но та же физика, которая описывается уравнением. А философии, явления самоорганизации, описывают с точки зрения эволюции. Как некое эволюционное что-то. Я спрашиваю у людей, приведите мне хоть пример самоорганизации. Что такое самоорганизация? Казалось, ну вот наиболее яркие примеры самоорганизации действительно образование кристаллов. Что? Майдан в них. Нет, нет, нет. Давайте попробуем, что не будем брать. Они так не считают. Да, что мы хотим, когда ничего не было и что-то появилось. А мы такого не знаем. То есть, мы не знаем вообще таких явлений, когда из чего-то, вот из разрозненных элементов, вдруг само собой, на свалке, то есть, если бы на свалке из детали сам собрался Боинг, вот это была самоорганизация. То есть, явления самоорганизации в природе не существует. Либо собрались Жигули. А как же Игорь говорит, что я говорю, что это не самоорганизация. Это некий объект, он есть. Да, вы изникновение, скажем, там полимерных молекул, допустим, есть. Вот. То есть, если мы говорим о физике, то там, да, можем кристалл, кристалл сам собрался, в принципе, да, и полимерных молекул. А пока в жизни нет, мы не можем сказать, что сама она такая. А неизвестно? Понимаете, во-первых, первая там вот эта вот, ну, не инсинуация, как правильно говорили, а спекуляция состоит в том, что самоорганизация вот этой термодинамики от кристалл-систем, она как бы не имеет какого-то волевого характера, да? Она вот такая, как бы, статистически, математически, математическая, да, и так далее. Здесь же получается, что вот, как бы, вот к этой молекуле там все шло, там, вот, и она тоже не случайна. И вот этот эгрегор, это фактически центр волевого притяжения, да, то есть это как бы вот то, к чему идет процесс. А здесь же, что происходит в леку или нет? Влад, если мы возьмем биологию, если мы возьмем биологию, и рассмотрим либо онтогенез, либо образование системных новаций, то есть образование видов, то это никогда не случается вот из самого себя. Это системный эффект. То есть любая организация всегда наводится системой внешнего порядка. То есть не может вот из грязи заразиться жизнь. Но как-то же она есть. Значит, то есть, и мы должны говорить, что была некоторая, есть, во-первых, здесь некорректная постановка вопроса, когда говорят, что как жизнь зародилась. Нужно говорить, как появилась первая клетка. Но это пускай... Это очень важно. Что-то мы считаем в жизни, допустим, первая. Нет, 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 не то, что мы считаем в жизни. Это очень важно. То есть, когда мы говорим о появлении, мы должны говорить об объекте. Не о явлении, а об объекте. По крайней мере, так более понятно, мы остаемся в рамках биологии. Да, то есть, когда появилась первая клетка, вот это, задавайте вопрос, является ли появление первой клетки явлением самоорганизации? Если бы это было самоорганизация, значит у нас должны плавать молекулы, и вдруг они падают и соединились вместе. Так переносыщены. Но этого не воспроизвести иностранно было не так. А была некая система, нелокализованная, в принципе, насыщенный раствор, это тоже нелокализованная система, из которой локализуется, флюктуация какая-то появляется, то есть, без образования насыщенного раствора, уже существование. То есть, если ты возьмешь просто молекулы, они не сползутся и не склеятся. То есть, нужно насыщенно растворить. Вот так же и жизнь. Была какая-то система, и клетка является продуктом этой системы. Но у психологетики что же было, была какая-то система, которая неравновесная, потом у нас что-то превратилась. Там тоже было что-то, потенция какая-то была. Да, да. Так и здесь есть некая потенция. Она самоорганизуется и вне культуры. То есть, здесь вопрос в том, что здесь очень корректное, нельзя сказать, что клетка самоорганизовалась. Что-то самоорганизовалось. не что-то. Она появилась в результате каких-то процессов. Вот это точнее. А там не так, что ли, в синергетике? Похоже. Потому что в синергетике... Тогда термин самоорганизация вообще не коррект. В синергетике ведь какая самоорганизация? Это самоорганизация открытой системы. То есть туда постоянно закачивается энергия и вещество. А что такое открытая система? Туда должно закачиваться постоянно внешний воздействие. Если замкнутая система, она не может самоорганизоваться. Тогда это уже не самоорганизация. Жизнь уже открытой системы. А открытая по отношению к чему? Это надо всю Вселенную тогда рассматривать как открытую систему. Я немножко возвращаюсь к лингвистическим нашим проблемам. В смысле к понятильным, а не к сущностям. Получается, что когда мы объясняем самоорганизации что-то, очень часто можно слышать, это был эффект самоорганизации. А, это самоорганизация. То есть это ничего не объясняет. Во-первых, нет самого эффекта самоорганизации. Вот сборки из них. То есть, что такое самоорганизация? Были элементы, и они собрались само-само, соединились. У нас детали лежали какие-то, и они соединились в машину. Под влиянием какого-то внешнего воздействия, но это внешнее воздействие не такое, не такого характера, что мы взяли там пинцет и все, так сказать, их там аккуратненько соединились друг с другом. А это просто куда-нибудь. Внешнее воздействие, да, типа энергии, типа солнечного света или что-нибудь в этом роде. Ну, сколько мы не будем греть набор молекул, они не соединятся в живую клетку. Ну, а мы миллиарды лет грелись и соединились? Нет. Может быть, подождать миллиард лет? Подождите миллиарды, и приложись, понимаете? Ну, мы ждали. Мы не можем... Мы ждали, мы ждали 4 лет. Мы ждали, и вот мы. Да, да, да. Александр, так а что вы хотите сказать, что для общества вообще что ли говорите, что слово самоорганизация неуместное? Нет, с точки зрения общества этот термин можно употреблять, потому что он имеет какой-то смысл. Нет, какой смысл? Есть вот, вот я понимаю как. Вот сидит эта группа людей, да? Вот вы все тут сидели, сидели, все решили раз пойти вот напротив, да? Американцы, это американцы. Сейчас, подождите. Вот это вы самоорганизовали. Самоорганизовали. Значит, тот же самый. Сидит эта группа людей, я вот там пришел в улице. А ну-ка, давайте, пошли туда. Я вас организовал. Нет, 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 это понятный. Поэтому я и сказал, что мы тут обсуждали. Потому что мы не обсуждаем социальное явление. А, без социального. Мы не обсуждаем социальное. Я же сказал, что обсуждая именно употребление этого слова в биологии, чаще всего в биологии и вообще эволюционном, что самоорганизации объясняют. То есть, вы видите, как коммержентность, как самоорганизация. Это было, чтобы показать, интересен же сам процесс, да? Это я-то снижение? Процедура, да. А сама процедура даже? Была бы процедура, можно было бы ее назвать. Вот, смотрите, как клетки объединяются. Это вот самоорганизация, да? Как из молекул составилась клетка. Вот, посмотрите, она составилась из молекул. Вот это самоорганизация. А когда нам просто говорят, что была самоорганизация, но самого процесса нет, мы же видим только результат. Вот в чем проблема. Есть ли определение, что такое самоорганизация? Нет. Ну, как бы понятно. То есть, я бы себе, вот если спросить меня, а что такое самоорганизация? Это самостоятельная организация. Значит, были части, чего-то вот лежали части, и они вместе соединились, и нечто образовалось. То есть, первое, что приходит, то есть, обычно, когда на самоорганизации говорят, скажем, про биологический организм. Ну, уже разве самоорганизуется? Антогенез. Ну, трудно сказать. У него, как бы, в геноме прописано, что должно организоваться. Он не сам организуется. Ну, понятно. Вот. В чем прописано? Есть эти клетки, есть сперматозоны. Их просто помещают в некую среду. Да, но получится, если их заячка или свинья, зависит... А сперматозоны же не просто так. Он идет крепкий. А не просто так сам по себе. Ну, в общем, я хотел сказать, что слово самоорганизация, такое слово порождение, как и слово Экаджен. Миллионы. Да, да, да. То есть, его сейчас потребляют, за ним нет никакого содержания. Ни содержания никакого. Да, я согласен. То есть, это не эффект никакой не описывается, ни причина. Это ритуальная компания. Ритуальная компания. Да, я вообще не понимаю, вы это здесь самоорганизация. А здесь самоорганизация. И вовер сразу. Да, да, да. А если сам бонус у нас везде так? Что такое бытие скажи? Мы как бы понимаем. Ну, дело в том, что философия немножко по-другому. Я дан случай, в биологию, ну и философию очень часто. Вообще, в философии, возвращаясь к синергетике, нет никакой философской синергетики практически. Все просто, именно как-то, науке об эволюции. Потому что, никакой эволюции в самой синергетике. Первый синергетик, я думаю, это Гегель все-таки. Нет, я имею в виду синергетику в современном понятии Пригожина. Тезис, антитезис, синтез. Это полный себе. Гесиот. Нет, нет. Вот. То есть, есть какой-то... В принципе, самый факт мышления человека, это уже есть самоорганизация. Аааа. Смотря на кто мыслит и что. Если он мыслит в сторону... Нет, человек мыслит, то есть, доказать, что человек мыслит самостоятельно, и не мыслит мысли чужие, и ему это не модулировано, практически невозможно. Человек мыслит только то, что может. Можно мыслить в данном обществе. Вы можете сейчас помыслить что-нибудь немое? Мы не можем утверждать как этого, так и другого. Мы просто мыслить. И сам факт, что мы мыслить, уже означает, что это самоорганизация. В любом случае, скажем так, способность человека мыслить и мыслить именно то, что он мыслит, полностью модулировано в обществе, как воспитание, образование, языком, и то, что мы мыслим все одинаково. Общество модулируется только то, о чем мы мыслим. И все, что мыслим. А сам факт мышления обществом никак не модулирует. А без о чем мыслим нет мышления? Ребенок рождает, уже мыслит или нет? Нет, не мыслит. То есть у него нет мышления? То есть у него нет сознания? Откуда же у него появляется мышление? Нет, почему? Потому что сознание, мы что-нибудь в два раза здесь не ищем. Откуда у него появляется у ребенка мышление? Мы... Как? Существом, воспитанием, воспитанием. Что значит, что такое воспитание? Для того, чтобы он, для того, чтобы ее воспитать, он должен это воспринимать. Воспринимать, значит, он должен самоорганизовывать. В детском саду, в детском саду несколько детей, как бы, говорят, ну вот ты как бы мыслишь, это понятно, ты мыслишь, а вот то, что ты мыслишь, это, конечно, чудо. Ты не хочешь, чтобы про тебя так сказали. Ты не отстаивай эту точку зрения. Ну, все, наверное. Ну да, постой, постой, по принципу, Да, похоже на там, на там, если я тоже не знаю. А, ну про синергетику есть некоторые моменты, которые полезно мыслить. Это проблема хаоса и бифуркации. То есть, вот это действительно какие-то такие полезные тезисы, полезные мемы, полезные идеи, что да, из хаоса может что-то возникнуть, хаос является необходимым элементом эволюционным, то есть, без нестабильности, а жестком механизме не может быть эволюции. Для того, чтобы была эволюция, может быть элемент хаоса, элемент некого разнообразия, элемент нестабильности. и то, что переход, новация каждая появляется как бифуркация, как слом какой-то моментальный, а не медленно. Вот эти две полезные идеи, синергетики можно воспринять в теории эволюции. Но они не объясняют ничего. Вы говорите, есть же еще гуманитарные науки, они в основном подхватили. Так вот, гуманитарные науки вообще все эти синергетики, не, ну почему, для них это интересное, важное понятие. Я думал, что это просто способ говорить. Синергетика и самоорганизация, почему, потому что, не, ну как, они понятия-то различаются, вот есть понятие вот, так сказать, креационизма, есть как бы созидание, когда есть творец, вот тот творец как бы, так сказать, материю вытягивает, там как-то, так сказать, формирует, а есть как бы вот она сама. Вот, это два разных понятия и в гуманитарной, так сказать, сфере, ну хорошо, вот они смогли различить, раньше для них вообще такого как бы, такой идеи может не было, понимаете? На уровне языка, раньше говорилось, не на уровне мысли, это как бы картина или идея. От того, что я назову это эмерджентная самоорганизация, механизма и мысли, то есть, вот как мы до синергетики не могли себе представить процесс эволюции там или общества или все чего-то, так и добавив термины синергетика и самоорганизация, мы ничего не добавили, мы просто добавили некий психон. Вы же сами представляете вот как бы визуально, да, как вот эти молекулы собираются в клетку, понимаете? Или на мусорные сварки собирается будет. Вы представить это можете? Значит, уже картинка такая появилась. Это уже как бы много. Для гуманитарной науки это так. Я же знаю, что это не может быть так. Ну, почему? Вероятность минимальная. Просто продуцируется новая языковая сущность, не позволяя понять нему. Нет, ну почему? Нет, не языковая, панетийная сущность. Вот мы говорим сущие действия, на самом деле. Ведь сущие это же существующие. Мы говорим существующие действия. Мы на самом деле говорим масломаслем. Да, да. Тем не менее, сущие действия для нас это обладает сущным. По другим по отношению это просто сущие. Философия действительно в том числе. Философия есть паразитальная функция языка. Проблема такая. Мы фактически занимаемся тем, что придумываем паразитарный термин, но тем не менее они для нас что-то значат, и мы понимаем, что мы хотим сказать. Может быть и здесь такая же проблема есть. Здесь большая разница есть в том, что в философии достаточно понимания. А в социальных науках, в общественных науках, в биологии, того, что я это назову новым словом, и мое понимание этого, оно не дает ничего. Здесь я еще раз повторюсь, мне кажется, дело не в том, что мы новым словом называем какой-то старый известный предмет. Нет. Но и новым словом называем то явление, они премиджентно проводят саморганизацию, энергетику, тот предмет, который раньше как бы не рассматривался вообще как предмет. А именно. Вот смотрите, здесь речь идет о проблеме субъективности фактически. То есть одно дело, когда вот есть субъект, как бы вечно существующий, какой-то такой вот данный, который вот субъект такой надежной классической философии. С ним все хорошо. Понятно, как он может валить, как он может быть причиной самого себя и так далее. Но, как правило, это оказывается Бог, да? И он один. А вот тебе представь себе ситуацию, когда из материи, из вот этого мусора, да, как-то самоорганизуется субъект. Вот это-то проблема большая. Но при этом, как бы в реальной жизни, там, постоянно у нас есть какие-то субъекты. Субъекты в Ларте, там еще чего-то субъекты. Вот. То есть в той же социологии. Очень много субъектов. Ну как они возникают, да? Они же не вечно были субъектами, они как-то возникли, да? Проблема есть, но появление нового слова им не решает. Но оно отмечает, что, как будто... То есть чем отличается, скажем, от диамата, не пользующийся этими словами? Там все то же самое было. Но он же как бы параллельно как-то, я так понимаю, развивался, нет? Нет, ну синергетика-то вообще конец 20 века. Вот. То есть нормальный материализм с нормальным появлением нового, как статистически, с чего-то там, да? То есть они пользовали самоорганизацией? Просто современные французские философии вам бы на это ответили, что как раз все слова, весь язык, он работает, и весь мир устроен таким образом, как энергетность и самоорганизация. Ничего другого нет. Что в конце концов, если мы не конструируем таким образом нашу речь, мы обнаружим, что у нас нет никакого положительного знания. То есть вот такое неприемное умножение... А биологию нам как-то... Надо же все-таки иметь симнологию не вот такую. Ну просто у диамата, видите, получается, были неудачные термины. Ну, как-то... А синергетика, повторить, то же самое, да? То же самое. Содержание там не больше. То есть послушать доклады по синергетике, почитаешь, там просто переливание из пустого в порожнее статьи... Ну, может, это отчасти потому, что все бывшие марксисты переливали в церкви. Было бы интересное. Знаете, я так же читаю философские тексты и великие философы для меня здесь из пустого в порожнее. Уверяю вас точно так же. Но я же не выступаю и не говорю, что вообще-то, как говорят, Канг, Абхадий, говорят очевидные вещи. Там ничего нет. Нет, ну, тут... Это же можно... Брать этот его дазайн, там, да, и смеяться просто. Ну, тем не менее, это же все есть. Она что читает, уже висит воздух, и люди бесконечно обсуждают. Как будто бы он сказал, что дазайн, вот это что-то прибавило, там, что-то... Ну, дазайн это больше прибавляет, чем самоорганизация. Да, намного больше. Понимаете? А, по-моему, это просто философ, он показывает, что он крутой, вот и все. Вот он придумал философ. Нет, Влад, действительно, это проблема всей философии, но когда ты это понимаешь и честно понимаешь, то тебе не нужно вводить новые термины типа самоорганизации эмиржентности, а пользуешься старыми, потому что... Когда ты понимаешь, ты начинаешь вводить термины, 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 становишься продвинутым известным философом. Да, как-как, трансцендентальный ввел, вещь в себе ввел, и теперь великий философ. Надо просто придумать какую-то новую слово. Аперцепция? Аперцепция ввел лебедь. Лебедь, тоже хорошо. Аперцепция. Да. Аперцепция, да. Аперцепция, да, понятно. Ну, понятно. Ну, это очень интересно, как работает язык, почему некоторые вещи, которые производят язык, можно приспособить хозяйству, а другие превращаются в философии. Все, да? Спасибо. Ну, спасибо всем.